Всем привет, с вами Дима, OnlineSync, и сейчас дам пару советов, действительно пару, их будет два, как запеть своим голосом. Вот вы поете и думаете, а вообще это мой ли голос, и как же мне найти действительно свой какой-то тембр. Это достаточно обширная тема, но по-простому, если вы начинающий, попробуйте просто дозваться кого-то, кто стоит достаточно далеко. Представьте эту ситуацию, посмотрите в окошко и, возможно, в человека или в дерево дозовитесь на «Хэй». Этого будет уже для начала достаточно. Дальше вы можете это «Хэй» сделать более протяжным, только не делайте «Хэй», «Хэй», «Хэй». Это, скорее всего, будет ваш обычный голос, которым вы поете все песни. Очень в большом количестве случаев люди так делают. То есть, ты их просишь дозваться, и вместо «Хэй» у них получается «Хэй», «Хэй», «Хэй». Нет, тут действительно нужно это сделать очень так акцентированно и представить, свизуализировать. Это вам очень поможет. Дальше это «Хэй» можно растянуть. Вместо «Хэй» сделать раскатисто, но точно с такой же энергией. «Хэй» и кто-то упал. Вот. Можно попробовать это сделать более медленно, потому что, скорее всего, на начальных порах вы сделаете «Хэй». Это неплохо, но чтобы прочувствовать, прям прослушать, как твой голос звучит лучше, сделать это медленно. Вот. Далее. Это, кстати, вот был первый совет, и он очень хороший. Там есть нюансы касательно громкости. Но для начала, чтобы, в принципе, ощутить всю палитру своего голоса, это будет хорошо найти голос именно в этой громкой динамике. Дальше уже можно голос дозировать. Ладно. Второй совет, он достаточно тоже простой, и вы можете делать все то же самое, что и делаете. Но. И, кстати, это можно смиксовать с первым советом. Поставить вот так вот руки, как заслоночка для ушей. И это не нужно полностью закрывать уши, это просто вот так. Не так, а вот так, да? И дальше уже поем, говорим, вот так дозываемся уже посредством вот таких простых манипуляций. Для чего это? Мы будем слушать себя в акустике комнаты, и вот так слышат вас другие люди со стороны. И оцените, как вы дозвались. Эй! Каким голосом? Каким голосом вы спели? Та-на-на-на-на-на-на-на-на. Допустим, я не знаю, что это такое. Как вы говорите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И именно слушайте себя вот, как это отзвучивает от стен. В этом очень много информации адекватной. И вы сможете вычленить какие-то абсолютно другие качества своего голоса. То есть, допустим, вы поете, и вам кажется, ой, это как-то плохо, некрасиво. Потом ставишь вот так руки, пропиваешь, и понимаешь, что, ну, на самом деле не все так было ужасно. Либо наоборот, ты поешь, тебе кажется это гениальным. Потом ты ставишь так руки, слушаешь, и ооо, а там полная срань. Так что используйте два этих совета. Всем хорошего вокала. Приходите на онлайн, оффлайн уроки по вокалу. Всем хорошего голоса и хорошего настроения. Пока, пока.